Очередной тест на тему Как стать миллионером И пожалуй очень важный, очень определяющий Он определит Интенсивность работы, которую вы можете Себе позволить безопасно для вашей жизни Вы когда-нибудь Задавали себе такой вопрос С какой интенсивностью работы Вы можете заставить работать свой организм Потому что цена в этом вопросе Жизнь, не миллион долларов, не миллиард Когда вы себе поставили цель Заработать миллион Или миллиард, не знаю У вас есть исходная точка, откуда вы стартуете Пройдя курсы, тренинги, семинары, школы Вы получили инструмент Как эффективнее работать А эффективнее С точки зрения организма Значит интенсивнее Обеспечить эту интенсивность работы Движение из точки А В точку Б Ваша сердечно-сосудистая система Вы ее когда последний раз проверяли Каким образом Зашли на прием к участковому врачу Он его в скуке посмотрел Сказал здоров И отправил домой Вы этому будете верить Или своему здоровью Своему организму Его вы когда последний раз проверяли Настало время Потому что вы знаете Да Есть цель Есть план работы Есть движение Да Вы хотите достичь цель Миллион долларов Там допустим за год При том плане Который вы себе составили Вопрос Позволит ли уровень здоровья Если вы его оцениваете Предварительно Можете посчитать Дометри, ребята Вот это здорово Здоровье не позволяет За полтора Достигните цели А если вы этого не знаете Вы движетесь С приличной интенсивностью Вопрос Что будет Если организм не выдержит Вы знаете Что частота инфарктов В диапазоне 20-50 лет Отличается в 100 раз Это люди Которые не рассчитали Свои силы Вы знаете Не дойти до миллиона И получить эпитафию Он хотел заработать Миллион долларов Смотреть оттуда сюда Зачем туда Так рано Вы знаете Синдром молодого менеджера Еще никто не отменял Сотни тысяч людей Уходят таким путем И увы Продолжают уходить Но те кто не знают Вы то теперь будете знать Что делать Для того чтобы Сердечно-сосудистая система Работала Эффективно И интенсивно И дала вам возможность Заработать тот самый миллион Потому что если мы возьмем Трех человек С разным уровнем здоровья И дадим им определенную нагрузку Вы знаете Результаты могут быть разные Ну Я уже раз оговорился Сердце и сосудами Давайте возьмем Полярные варианты Возьмем вас Человека с неопределенным уровнем здоровья Возьмем человека С ишемической болезнью сердца С атеросклерозом С сердечной недостаточностью Из такого С трудом пыхтящего На этом свете человека И возьмем спортсмена Высокого класса Который там Десятками километров в день Выполняет физическую нагрузку И Вы У вас цель Заработать миллион долларов Уровен здоровья не определен Спортсмен Способен Там допустим Условно за час Пробежать Сорок километров Да А тренер ему говорит Дружок Сегодняшний день Бегаешь 60 километров за час Он помрет Первым Он не выдержит Элиной нагрузки Если попытается И выполнить Потому что да Тренер ему говорит Если пробежишь Там медаль Там орден Там кубок Там грамота Похвально Вы знаете Если он попробует Не добежит Вы Ну у вас есть своя скорость Тут знаете На удачу Потому что вы прошли курсы Вам Вам и другим людям Дали определенную сумму знаний Теперь что он говорит Ребятки Вы теперь все знаете Теперь вперед И с песнями Вопрос Когда вы смотрите Налево Направо Рядом Такие же Как вы Мотивированные Товарищи Мотивированный Менеджер И ваша задача А там миллион И что получаете Вы уже смотрите Не в свой Организм Что он вам позволит Вы смотрите Как двигаются Они Вам уже Двется быстрее А они смотрят На вас Ситуация Мягко выражается Плохо предсказуемая Самое интересное Что в этой гонке Вы Спортсмен И больной С ишемической болезнью Сердца Выживет Скорее всего Он Когда он пройдет Свои 100 метров Появится привычная Боль в области сердца Усилится одышка Появятся сердцебиение Или другие Признаки того Что его организм Не выдерживает Он махнет На всю эту руку И скажет Ребята Я жить хочу Нафига мне Это все нужно Но он выживет Вы Не знаю Спортсмен Точно не выживет Потому что У него Цель Мотивация Он же Спортсмен Он же готов Ко всему Ко всему Вы В принципе Тоже После курса Готовы Но вы знаете Пройдя мой тест Я думаю Что вы узнаете Реальную скорость Которую Можете двигаться Будете двигаться Для своего здоровья Для своего Активного Долголетия За 1 миллион Долголетия Заработать Заработать Пишущий предмет Любой Условно Чистый Из бумаги Для того Чтобы записывать Первые результаты Своего здоровья Ну и Примерно 1 квадратный метр Площади Свободные Где вы будете Выполнять Те рекомендации Которые я вам буду Говорить Что бы я вам Советовал До этого Так как Я вас Не вижу Вы меня Видите Я вас Не вижу Я не знаю Ваш уровень Здоровья Вы знаете Есть еще У меня Другой Онлайн Тест Как стать Миллионером Номер 1 Там Дыхательный Тест Он вообще Без нагрузки Там Просто задержали Дыхание На выдохе И секундная Стрелка Вам показала Ваш результат Ваш уровень Подготовленности Вы знаете Если вы не уверены В своем здоровье Лучше пройдите Вначале Топ-тест А потом Посмотрите Еще раз Если там Вы выполнили Нормально У вас Приличные Хорошие Показатели Если же Вы остаетесь В системе То Нарушку Вы будете Выполнять Под мою Команду Я буду Вами Командувать Вы только Будете Несколько минут Выполнять Те действия Которые Я буду Говорить Единственное Что Во время Физической Нагрузки Если у вас Усилилась И появилась Боль Суставов Если у вас Появилась Одышка Сердцебиение Боль В области Сердца Появилась Загрудинные Какие-то Боли То есть Какие-то Признаки Которые Вы раньше Не знали Лучше Вы Тест Прервите Заслушайте Видео До конца Все равно Получите Положительный Результат Все равно Получите Полезную Для вас Информацию Не рискуйте Лишний раз Прервайте Пардон Еще сидите Для начала Нам нужно Узнать Ваше Исходное Состояние Чтобы Вы знали К чему Стремиться Для этого Что вы делаете Вы Либо на Лучевой Артерии Либо Вот здесь Ниже угла Нижней челюсти Находите Пульсирующую Артерию Тут Сонная Артерия Тут Лучше Запястная Вот И Что вы Делаете Вы По моей Команде Посчитаете Частоту Пульса Исходной Итак 5 секунд 4 3 2 Начали 15 секунд Мы считаем Просто частоту Пульса Исходную Вот Это Чтобы Вы знали Просто Исходную Точку Которую От которой Мы будем Потом Отталкиваться По оценке Результатов Продолжаете Еще считать Не слушаете Меня Стоп 15 секунд Закончили Вы получили Какой-то Результат Пишем Его Вверху На бумаге Дальше Все цифры Остальные Будете писать Просто в стол Для того Чтобы Вы не путались Вот Цифра до 20 Прекрасно Все здорово Если цифра 20 И больше Все таки Больше рекомендую Вам Начните С дыхательного теста Потому что Это говорит То что Сердце И сосуды У вас Не самые лучшие То есть В покое Они у вас Дают Такие Результаты Поэтому Тут Лучше Передеть Чем Не добить Для остальных Я беру В руки Секундомер Вы Становитесь Теперь Рядышком Со столом Я просто Сяду Удобнее Ноги Ставите Чуть Шире Плечь Рукой Держите За край Стола Почему Потому что Вам нужно Будет Выполнять По моей Команде И под тот Ритм Который Я вам Дам А ритм Будет Одно Приседание В секунду Двадцать Приседаний Чтобы вы Не потеряли Родновесие Просто Удерживайтесь Рукой За стол Вам так Будет Комфортнее Будет Так Удобнее Итак Если вы Готовы Дальше Технология Простая Я вам Даю Команду Вы По мою Под мой Счет Двадцать Раз Приседаете После Этого Вы Находите Артерию И По моей Команде Начинаете Считать Закончили Считать 15 секунд Я вам даю Стоп Пишите Вы пишите Ту цифру Которую Вы получили По честному Должно быть Цифру Записали Опять Руку На артерию Я вам Начали Вы считаете Следующие 15 секунд Вот так Мы будем Ближайшие Три минуты С вами Работать После этого Я по тем Цифрам Которые у вас Есть Я буду Давать Результаты А вы будете Смотреть Что вы Получили Реально Какой уровень Здоровья Вы На сегодняшний День Итак Готовьтесь На счет Три Я начинаю И вы Начинаете Приседать Раз Два Три Начали Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Два руки на пульс нашли пульс внимание так начали считаетесь удары сердца продолжайте считать еще пять секунд стоп пишите результат руку опять на пульс начали 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 стоп пишите результат руку опять на пульс стоп пишите результат руку опять на пульс начали стоп пишите результат ну теперь будем смотреть что вы с вами получили получили самую сложную часть мы уже выполнили теперь уже оцениваем будет будем оценить результат значит смотрите что получается 20 приседаний это достаточно серьезно и на русском поэтому часть могла не выполнить я вас прекрасно понимаю что уровень здоровья далеко не тот если у вас возникли вот те изменения которые я говорил то есть боль сустава одышка сердцебиение боль в области сердца за грудинная боль вы контакты видите вы можете обратиться я подскажу вам как выходить из этой ситуации который вы находитесь здоровье скажу не самое лучшее уже казалось бы с одной стороны сердце и сосуды до это одышка сердцебиение все понятно они напрямую показывают боль суставов это косвенный признак того что с сердцем сосудами будет постепенно хуже потому что двигаться вы не можете с нужной интенсивностью вас будут ограничивать боль если у вас ее не было раньше и проявилась вот во время 20 приседаний то я вас прекрасно понимаю слава богу вы предупредили свой организм и уже знаете что даже такая небольшая нагрузка дает вот такие результаты поэтому тут в принципе произошла такая легкая диагностика для вас если у вас появился хруст сустава тоже кстати очень интересный момент хруст говорит о том что суставы были сухие у вас и в них явления артроза идут вот незаметно пока но на тему суставов там будет такое видео то есть тоже вы можете это сможете оценить но это тоже интересная ситуация тоже вы понимаете что тут не все так просто вот что касается самого теста если у вас фактически вот исходное состояние вы имеете одну цифру дальше вы имеете ряд цифр что важно если в течение первых трех цифр фактически вы вернулись к исходному состоянию то есть допустим у вас исходно был пульс 18 потом как-то поднялся и третья цифра уже 18 и меньше это говорит о том что уровень здоровья у вас достаточно высок вы молодой человек не знаю какого возраста паспортного но биологический возраст у вас до 30 лет то есть вы фактически можете выполнять физические нагрузки единственное что вот этот тест вы себе его запишите и проверяйте себя каждый день поутру вам нужно всего три минуты времени на это делать вот вы посчитали исходный пульс быстренько раз два три посмотрели фактически минута полторы и вы видите свое состояние сегодня на сегодня вы понимаете с какой интенсивностью сегодня вы можете работать в случае если у вас появилась усталость чрезмерная какие-то моменты вы понимаете что вам уже нужен отдых он уже как-то систему восстановление поэтому тут все просто все легко если у вас пульс вернуться в норму на четвертом точке то есть четвертая цифра оказалась уже опять-таки исходным у вас биологический возраст до 40 лет если 5 до 60 лет если до 50 лет если 6 до 60 лет ну если 7 и позже то естественно это возраст после 60 лет то есть тут вы сами понимаете что чем позже восстановился у вас пульс тем хуже работает сердце и сосуды потому что фактически система восстановления вашего организма она работает очень медленно соответственно вы понимаете что тут интенсив работы который вы себе планируете делать да вы исходную точку каждый день теперь будете оценивать как это интерпретировать то состояние здоровья которое вы уик Sí в работе определяем интенсивность восстановления вас интенсивность восстановление замедленным то есть ваш организм после нагрузок восстанавливается медленнее и вы должны просто это объективно оценивать потому что я понимаю конфетка в конце миллион долларов вопрос какой жизни вы это заработаете лучше в этом поэтому тише едешь дальше будет а скорость движения вы себе определяете сами вы теперь знаете примерно на какую скорость вы можете рассчитывать поэтому тут очень важный такой показатель вот если вы опять-таки восстановились до фактически на 3 4 точки у вас 3 4 измерения уже были такие же как исходные и даже меньше такой тоже возможно то вы можете пройти более интенсивный тест это будет онлайн тест номер 5 он более интенсивно требует большего запаса прочности большего фактически резерва работы всех систем которые мы сейчас проверили в более жестком режиме все это будет проверяться вы можете такое видео тоже найти на моем канале посмотреть и проверить себя таким образом не вопрос ну а для тех кто в принципе сошел дистанции раньше или не пошел на эту дистанцию я к вам предложение я понимаю что ваш уровень здоровья не самый лучший я готов вам предложить свои возможности я врач-фитотерапевт диетолог он подсказать вам как правильно питаться как правильно тех обслуживать скажем так свой организм потому что питание это одна составляющая есть еще дыхание есть еще вода есть еще физические нагрузки которые вы принципе можете регулярно совершать пример определенный запас сил и возможности не вопрос и все вместе это обеспечить высокую работоспособность мозга высокий интеллект и эффективность работы в том процессе который вы хотите то есть тот миллион долларов который вы себе запланировали вы его заработаете ну как безопасно вы его заработаете они получат в наследство ваши родственники после вашей смерти когда вы не рассчитаете где-то свои силы поэтому нужно вам больше информации не вопрос так переведите обращайтесь если вы понимаете что у вас есть знакомый менеджер который еще не знаю свой уровень здоровья не вопрос отправьте им это видео пусть они посмотрят пусть они проверят свой организм его уровень здоровья и уже с открытыми глазами понимая интенсивность работы которые могут себе позволить они могут работать если вы руководить предприятия проверьте проведите этот тест своих сотрудников все это легко и просто все это объективно вот вы сами сможете все это сделать потому что я понимаю здорово когда люди работают интенсивно но еще лучше когда работают одни и те же когда вы научили менеджера правильно работать и он вас правильно работает они внезапно взял и умер потому что где-то переработал где-то он себя перенапрят не рассчитал сил и надо учить нового менеджера опять тому же самому конечно если вы по жизни учитель не вопрос учите не вопрос но знаете похоронную команду тоже лучше реже вызывает потому что это тоже ситуация тоже проблем поэтому теперь вы вооружены вы знаете что делать как делать смотрите новые видео на моем канале со временем поставлю разные видео которые оценивают разные уровни активности разный биологический возраст человека а вы сможете просмотреть если вы подписаны на мой канал не вопрос уведомление приходит вы будете и смотреть в любое удобное для вас время а я это видео наверное буду заканчивать как всегда словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю какой еще тест написать для вас чтобы вы могли интенсивно эффективно работать результативно работать и получать те результаты которые вы хотите